Всем доброе утро! Холодно у нас, однако. В общем, еду я в больницу. Продолжаем лечение с Мишель. Утром встала. По идее, должно было стать лучше. Но, к сожалению, стало хуже. В общем, у нее задние лапы... Отнялись с задней лапы. Сейчас позвонили к хирургу. Еду я сейчас ее отвезу к хирургу. Не знаю. Вчера ее обследовали. Вроде бы все хорошо, анализы нормальные. Все сделали, все в порядке. Что случилось? Почему ей за ночь стало хуже? Непонятно. Она отказывается есть. Вообще ничего. Кормила уже чем только можно. Она у нас ест только корм. Но сейчас она не отказывается даже от обычной еды. Она любит очень обычную еду. Но мы ее не кормим, потому что у нее диета специальная. Вот такая ерунда. В общем, еду я сейчас с самого утра. Отвезу ее в больницу. Посмотрим, что нам скажут. Надеюсь, что все будет хорошо. Может быть, какими-то уколами. Может быть, капельницы какие-то сделают. Потому что ножки... Ну, абсолютно. То есть она идет на передних лапах, а задние лапы вот так вот волочат. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Все, поехала, буду держать вас в курсе дела. Вот так вот я ее привезла. Лежит, в общем, в своей коробуши. Фух, еле доехали. Все, пойдем к врачу. Ну что ты, мышка? А? Моя девочка. Сидим, ждем. Тоже доктор подойти. Мы без записи. Поэтому идем, сидим. Немножко сидит. Что-то совсем плохо как-то. Все, оставила я Мишель. Вообще мы в поликлинике, в этой больнице. В госпитале, как правильно называется. Сейчас делают ей анализы. Короче, сейчас будут ей опять делать КТ. Только нам это делали. Сейчас приходится опять делать под наркозом. Ну, диагноз, скажем так, неутешительный. И получается у нее идет сейчас как типа неврология, что ли. С отказом конечности. Это идет четвертая стадия из шести. Ну, то есть как бы непонятно. Сейчас подписала тоже бумажку, потому что будет наркоз. Наркоз только был. И нужно будет тоже сейчас под наркозом делать. Как бы будем надеяться, что все пройдет нормально. Потому что они тоже говорят, что мы-то заинтересованы в том, чтобы все было хорошо. Но имейте в виду, могут быть последствия. И после КТ тоже могут сделать операцию, если там что-то такое. Но не факт, что она будет дальше, например, ходить. Ну, короче, как-то так. Не знаю. Не знаю, зачем я это рассказываю. Интересно вам, неинтересно. Ну, в общем, такая вот ерунда у нас происходит. Короче, не хочу ехать домой. Сейчас поеду к Богдану, попьем кофе. А там уже посмотрим. Надо видео монтировать ехать. А я не хочу. Как-то так. Ну, ладно. Не буду вас грузить. Еду с ее этой коробушей. Ничего как бы, ничего критичного не происходит. Ничего страшного не происходит. Вроде бы все нормально. Но такое какое-то дурацкое состояние непонятно. Ладно. Сейчас музыку включу, поеду. Не хочу домой. Тебе не страшно? Нет. Забрала Сонечка и включила площадку. Машина. Мама. Это кому машина? Ну, не знаю. Сегодня много машин. Давай, катайся. Катайся вверх, в ней с ножками. Давай. Молодец. Двумя ручками держись. Все, мы уже приехали домой. Сейчас будет такой быстрый-быстрый ужин, потому что ничего не успела приготовить. Макароны и куриное филе порезала. Даже отбивать не буду. Просто в яйцо, в панировку. Точнее, у меня сегодня мука, мне панировки нету. И быстренько пожарю такие вот отбивные вместе с макаронами, с салатом. Перекусим, поужинаем. И будет нормально. Завтра уже начну готовить. Купила печенки. Хочу опять потушить печенку с луком, с морковкой, со в сливках, либо в сметане. Очень мне нравится. Такое, знаете, ну, вкусно. С любым гарниром. Вот. Ну, а сегодня у нас просто будут отбивные. Так, все готово. Вот такие вот куриные отбивные получаются. Не отбиваю. Вам уже показывала много раз. Не отбиваю. Просто тонко режу. И класс. У меня укропчик стоит. Макарошки. Я взяла, добавила сюда такой большой кусочек сливочного масла. И они вот в этом масле немножко поставят. И они получают такие более сливочные. В общем, нам нравится так намного вкуснее. И салат капуста, и огурчик. Только, видите, такой бледный получился. Потому что шкурку от огурца срезала. И такой зеленый. Такой будет у нас быстрый ужин. Пришел мне Василек. Ну, я уже, наверное, в следующем видео вам покажу. Такой небольшой пакетик. Вот. Сейчас уже не буду распаковывать. Спокойно сяду. Все посмотрю. Потому что Соника не даст нормально все это дело отснять. И хотела вам показать. Я здесь наказала на Валдберрис. Тебе, опять же, свой гель для умывания. У меня девочка моя, подписчица, написала. Говорит, посмотри, там хорошие скидки. Вот такой вот гель для умывания. Стоит по цене здесь 400 миллилитров. А здесь сколько? 250. По цене вообще разница, по-моему, в 40 рублей. Поэтому, если вы еще не пробовали, то попробуйте. Я вам оставлю ссылочку внизу в описании. Потому что, ну, реально, 400 большой такой объем. Ее можно будет потом перелить в этот, если неудобно. Я часто делаю, переливаю такие гели для умывания на первый, на второй этаж. Вот. Мне так удобно, когда и там, и там есть. Вот. Так что заглядывайте, смотрите. И еще у меня тоже девочка написала, что, говорит, пользуется такой вот косметикой. Там и шампуни, и маски для волос. Всякое такое есть. Гели для душа, крема. Говорит, очень классная косметика. Так что, если вы еще не пробовали, попробуйте. И напишите, кто еще пользуется. Действительно ли хорошие вот шампуни, маски. Мне прям интересно попробовать. А еще я же вам показывала, что я покупала вот такой вот тональный. Это уже, по-моему, второй раз я покупаю. Или третий раз, не помню. Но в этот раз он какой-то прям нереально жидкий пришел. И поэтому перед тем, как использовать, я прям хорошо-хорошо его трясу. Вот. Какое-то вот прям такое ощущение, как вода. Вот не помню, в прошлые разы было такое или не было. А это прям вот, ну, очень жидкий. То ли подел как бы перекрывает хорошо, наносится хорошо. Ну, вот что-то как-то я так и не поняла, что с ним. Сегодня я хочу сделать такую небольшую уборку на кухне. Разобрать столешницу, просто промыть ее. Давно я этим не занималась, поэтому сейчас вот самое время. Знаете, вот уборка иногда не такая вот каторга, а именно время уделить для себя, подумать. Это, знаете, такая вот медитация, релаксация. И вот сегодня именно тот момент, когда прям хочется вот заняться такой вот уборкой и просто подумать. Я хочу сегодня помыть посудомойку, просто обычным моющим средством. Там прохожусь по стыкам, прохожусь по резинке, потому что туда забивается куча-куча грязи. И вот, девочки, не повторяйте мою ошибку. Не ставьте посудомойку рядом со стеной, рядом с тюлью, потому что, ну, это не очень удобно, непрактично. Но так как эта кухня покупалась как временный вариант, поэтому как бы там вот ей место и оказалось. Когда будет новая кухня, естественно, такого не будет. Она не будет стоять возле стены, это неудобно. И приходится периодически тоже мыть стену, обои моющиеся, поэтому в этом нет никакой сложности. Но, тем не менее, это не очень удобно. Также хочу прочистить фильтр. Давно я его не трогала, давно я его не мыла. Вот такой вот щеточкой прохожусь. Очень удобно. Быстро все это моется, но все-таки скапливается там какая-то грязь, какой-то вот какой-то жир. Потому что я начала мыть сковородки в посудомойке. Это не очень хорошо, это плохо. Это портит поверхность, но иногда просто нет времени и желания, если честно, да, будем честны, просто стоять и драть эту сковородку. Поэтому по-быстрому просто закидываю в посудомойку и мою. Также пришло время помыть микроволновку. Первым делом ее нужно просто убрать со столешницы, а там куча-куча какой-то грязи, крошек. Просто вот на камере их не видно, но их очень много, поэтому тоже нужно хорошенько пройтись. И по плинтусу, вы знаете, какой-то вот желтый налет непонятный, поэтому я тоже беру моющие. Это у меня такое универсальное средство от Faberlic. Как я вам уже всегда показываю, я им убираю полностью весь дом. Он имеет такой приятный, ну, такой запах, знаете, не сильный. И вот мне очень нравится им убирать, поэтому я еще щеточкой прошлась по плинтусу, чтобы было чище. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И еще нужно промыть этот стульчик, на котором сидит Соня, это растущий стул. Я ему очень довольна, он классный, он настолько тяжелый, что ребенку практически невозможно на нем перевернуться. Соня на нем... Соня его таскает, хотя он на самом деле очень тяжелый, она все время мне помогает готовить. Вот становится на этот стульчик, и вот рядышком со мной всегда готовит. Убираю стульчики, уношу их в зал, и вот видите, у нас этот ковер перекочевал пока на кухню, потому что Мишель заболела, и мы решили, что здесь можно закрыть дверь. И ковер пока у нас здесь стоит на кухне, на самом деле это очень удобно, тепло ногам, это особенно когда ты готовишь, но не очень практично. Я отвыкла, если честно, чтобы на кухне лежал ковер. Про пылесосила быстренько все. Обожаю свой этот пылесос, мне он очень нравится, и под каждым видео вы спрашиваете. Это Xiaomi Dream V9, очень классный, недорогой, хорошо справляется со своими задачами. И так же промываю полы, и сегодня я хочу этой же шваброй пройтись по плинтусам, это удобно. Раньше я все время брала тряпочку и проходилась по плинтусам, но теперь я вот так вот ставлю углом эту швабру, и хорошо ей прохожусь, очень удобно, не нужно наклоняться, она хоп-хоп, и все быстренько протирает всю пыль. Очень удобно, особенно в большом доме, чтобы на каждый плинтус не наклоняться. Так, давайте с вами приготовим печенье, это похожее печенье на мадлен, только оно идет без цедры лимона, так как цедры лимона нет, поэтому готовим без нее. Все соединяем, нам потребуется сахар, дальше мука, сливочное масло растопленное, 2 яйца, в муку я добавила щепотку соли и разрыхлитель. Я все смешиваю, и подробный рецепт я вам оставлю внизу в описании, как обычно, чтобы вам было удобно смотреть. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Девчонки, вы спрашивали, где мы смотрим мультики, фильмы? Мы смотрим на Иве, либо в интернете, вот просто на телеке удобно на Иве смотреть. Вот мы сейчас смотрим маленький принц, смотрите, что мы сделали из Лего с Сонькой, построили такую какую-то башню, да, Сонь? И на Иве очень удобно смотреть. Там, да, это, да, полиция. Полиция, правильно. Пожарный, молодец. А мы уже спать, да, собираемся? Да. Пижамки И вот это Оставляем или убираем на ночь? Нет Оставим? Хорошо, не будем разбирать Сейчас досматриваем маленького принца И идем Кстати, не смотрел с детьми Посмотрите, такой вот интересный Мы еще и посмотрели не до конца Но вот интересно прям А еще девочки по поводу вот этой мочалки От Фаберли, которая идет уже Вот тут с кусочками мыла Мне, если честно, не зашла, не понравилась Именно пенится, она нормально Хорошо моет, но вот дело в том, что Вот это вот мыло, оно дает такую жесткость Вы знаете, если вы моете руки таким вот обычным мылом Вот руки тогда становятся такими жесткими Особенно если вот когда Мы раньше-раньше, давным-давно умывались Таким мылом, знаете, лицо стягивало Вот так вот у меня кожу стягивает Поэтому используем Просто потом можно использовать как обычную мочалку Но именно как, может быть, знаете, куда-то если ехать Там путешествовать или отдыхать Удобно взял То есть не берешь с собой кучу баночек Ну а так мне вообще не понравилось Все, дети спят уже Сонька, конечно, расстроилась очень сильно Все время спрашивает за Мишель Ну надеемся на лучшее У нас такой будет вечерний чай И доктор хаус Что-то захотелось мне такую свечку зажечь Давно не зажигала именно на кухне Свечи, ванной, да И вот такая вот у нас будет вафелька такая В общем, все, буду на этом заканчивать Спасибо большое всем, кто нас смотрит За пожелания Увидимся с вами скоро И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok